Луары Луары Весь феот оказался в руках Уго Вассала дома Блуа Вот этот самый Уго Возвел в Амбуазе Могучий замок Типа замков Уже существовавших В Лоше и Шиноне Замок был скорее крепостью Нынешнее изящество Появилось только в ходе Дальнейших реконструкций Лет 400 спустя Первоначально замок Строился для главенства Над рекой И находящихся в этом месте Острова и моста Так начиналась И Амбуазская династия Но это место Было очень лакомым кусочком Самыми крупными И могущественными Землевладельцами во Франции Были члены королевской Семьи и их Ближайшие родственники Карл VII Это тот, которому Жанна Дарк Помогла обрести Королевскую корону По совету своего Весьма влиятельного Придворного Латримуэля Обвинил Луи Дамбуаза Тогдашнего Владельца замка В измене И конфисковал И конфисковал Замок Вместе с землями В свою пользу Так замок Стал частью Королевских Владений Новый владелец Жил в замке Эпизодически И не стал Ломать голову Над преобразованием Доставшейся Ему на халяву Крепости Других дел было много Надо было Завершать Столетнюю войну С британцами Доказать Легитимность Своей королевской Власти Разобраться Со своей Коварной мамой Изобо-Баварской Да мало ли У королей дел А вот следующий Король Франции Людовик Одиннадцатый Уже всерьез Занялся Укреплением Этих Сооружений При нем Были построены Новые Фортификационные Сооружения И покои Королевы Шарлоты Савойской Где жили И королевские Дети Включая И дофина Карла Который Родился В Амбуазе В 1470 Будущий Монарх Карл Восьмой Провел Здесь Свое Детство Сейчас Удивляет То, что Город Амбуаз И по своей Территории Скромной И по числу Жителей Тоже Но это Тоже Имеет Свои Исторические Корни В пятнадцатом Веке По Европе Прокатывались Эпидемии Болезней А у Королевской Семьи Еще и Недоброжелателей Хватало Интриги И заговоры Были Тоже Обычным Делом Людовик Одиннадцатый Очень боялся За жизнь Своего Наследника И Ввел Ограничения На какое-либо Строительство В прилегающей Деревушки Амбуаз В ней Даже не было Постоялого Двора А ее Приход Не принимал Никаких Новых Членов Жизнь Королевского Двора В Амбуазе Была лишена Королевского Блеска И многих Привычных Теперь Удобств Да и сам Людовик Одиннадцатый Предпочитал Останавливаться В Туре Или кочевать Верхом По другим Своим Владениям Карл Восьмой На всю жизнь Остался Привязан К местам Своего Детства Когда он Стал править Страной Одним Из его Первых Дел Стала Перестройка Покоев И фортификаций Замка В Амбуазе По политическим Мотивам Невеста Ему Определили Дочь Максимилиана Австрийского Маргариту Да так рано Определили Что ей Всего-то Было Шесть Лет Тем не Менее Тут же В церкви В Амбуазе Состоялось Обручение Малолетней Невесты С Малолетним Дофином Событие Это Произошло В 1483 Году И малолетняя Принцесса Остала Жить Во Франции В качестве Невесты Будущего Короля Надо Отметить Что Маргарита Была Хорошенькая Собой И дофин И дофин Ее Искренне Любил Называя Своей Маленькой Принцессой Но Королевой Франции Маргарита Австрийская Все-таки Не Стала Обручение Это Еще не Заключение Брака А только Предварительный Договор Который Также По Политическим Мотивам Был Расторгнут Через Восемь Можно Себе Представить Горе 14-летней Красивой Девочки Которой Предложили Возвращаться Домой В 1491 Году В Ланже Был Заключен Брак Между Карлом Восьмым И Анной Бретонской Которая Формально Уже Состояла В браке С Отцом Первой Невесты Максимилианом Австрийским Несмотря На физическую Непривлекательность Короля Его Союз С Анной Бретонской Кстати Ровесницей Первой Невесты Карла Восьмого Можно Считать Счастливым Благодаря Фантастическому Темпераменту Новобрачных А Любовь Окрыляет Для Молодой Жены Карл Восьмой Начал Благоустраивать Дворец Вамбуази Во Франции Были сильны Собственные Архитектурные Традиции И были Собственные Мастера Как минимум Пять известных Французских Архитекторов Начали Свою карьеру Вамбуази Но Карл Восьмой Переводит Французских Мастеров Для переделки Своего Замка В Блуа Благоустройство Дворца Вамбуази Было Все-таки Продолжено Но Уже Итальянскими Архитекторами Спорные Вопросы Наследования Территорий Между Францией И Италией Нередко Разрешались Силой Не избежал Войны С Италией И Карл Восьмой Для Завоевания Еще Большей Благосклонности Молодой Жены Король В 1494 Году Решил Завоевать Неаполь Король Был Наследником Анжуйского Дома А корона Неаполя Некогда Принадлежала Анжуйским Война Продолжавшаяся Около Года Для Франции Была Разорительной Наибольший Урон Французы Получили Даже Не от Военных Действий А от Того разгульного Образа Жизни Который Начался На Подступах К Италии И продолжался До конца Войны Первые И самые Значительные Потери Франция Понесла Получив В качестве Трофея Болезнь Завезенную Колумбом Из Америки А если Учесть Расходы На все Увеселительные Мероприятия То становится Ясным Почему Эту войну Нельзя было Считать Успешной Хотя Были И Утешительные Призы Король Получил Корону Неаполя И вернулся Домой Увидев Новый Образ Жизни И мышления Это Что-то Вроде Наших Впечатлений От Заграницы После Того Как В Железном Занавесе Появились Лазейки В военном Обозе Прибыло Помимо Произведений Искусства И других Трофеев Два Десятка Итальянских Мастеров Архитекторы Художники Инженеры Замок Вомбуазе Был уже В черне Закончен А итальянские Мастера Только Завершили Его Отделку И Перепланировали Сад Но Молодому Королю Не удалось Долго Пользоваться Комфортом Обновленного Замка В 1498 Году Накануне Вербного Воскресения Карл VIII Погиб Не оставив Потомства По одной Из версий Он как раз Погиб Из-за Недостатков Архитектуры Выезжая На коне В ворота И ударившись Головой О низкую Планку По другой Версии Он ударил Солгом О низкую Притолоку Двери В одном Из коридоров Замка Та же версия Но без Лошади И потолка Пониже Хотя Есть и Еще версия Карл Был Отравлен Король Погиб В Амбуасском Замке Ему Замок Обязан Королевскими Покоями Мощной Охранной Башней Меним И часовней Святого Юбера По брачному Договору В случае Смерти Короля При отсутствии Законно Рожденных В браке Детей Его вдова Анна Бретонская Могла Снова Выйти Замуж За ближайшего Претендента На престол Или За другого Мужчину Который Ей Понравится И может Быть Королем Франции Таким Претендентом Стал брат Карла Восьмого И ближайший Наследник Престола Людовик Орлеанский После смерти Карла Восьмого Он стал Королем Франции Людовиком Двенадцатым Но он Уже был Двадцать два Года Женат На уродливой Жанне Французской Хотя давно Испытывал Нежное чувство К Анне Бретонской Эти-то чувства Внубили его Пойти На унизительный Бракоразводный Процесс Развод Король Получил И сразу же Заключил Брак С Анной Бретонской Вдовой Брата Так Анна Стала Во второй раз Королевой Франции Людовик Тоже Кое-что Достраивал В амбазе Но Королевский Двор Переместился В Блуа Современный Изящный Облик Этот комплекс Приобрел Уже При короле Франции Франциске Первом Король Франции Франциск Первый Так же Получил Свою порцию Итальянских Впечатлений Франциск Тем не Тем не Король Король Привез Из Италии Художественные Трофеи И мастеров Для Переустройства Своих Дворцов Часть Из них Работали В амбуазе И замок Получил Окончательную Заверхомность Казалось бы Блестящая Жизнь Королевского Двора Балы Приемы Праздники Причем Здесь Монументальность И неприступность Замка А у королей Жизнь Не сплошной Праздник Бывают И заговоры И мятежи И интриги С использованием Армии Неприступность Замка Спасла Династию Валуа В 1560 Году Когда Недовольство Многих Французов Деспотизмом Роскошью Королевской Династию А также Деспотизмом И роскошью Католической Церкви Вылилось В массовое Движение Протеста Учение Кальвина Широко Распространилось По Европе А особенно Во Франции Гуденоты Протестанты Были Конечно Не большинством Населения Страны Но Ощутимой И активной Ее частью В число Протестантов Входили Не только Угнетенные Бедняки Но и Аристократы Из числа Претендентов На престол В 1560 Году Созрел Заговор Гуденотов Под руководством Принца Конде Это один из членов Ветви Бурбонов Заговорщики Хотели Захватить Молодого Короля Франции И Франциска Второго С его Влиятельной Мамой Екатериной Медичи А также Могущественного Герцога Гиза И его Дядю Кардинала Франции Несколько Тысяч Вооруженных Гуденотов Намеревались Напасть На членов Королевской Семьи В Блуа Но Планы Заговорщиков Стали Известны Королевской Полиции И королевская Семья Из Блуа Уехала В Амбуаз Вот тут-то Неприступность Замка И пригодилась Гуденотам Не удался Стремительный Захват Замка Королевские Войска Отразили Натиск А через Несколько Дней Захваченные В плен Заговорщики Были казнены Тут же В Амбуазе Несколько Сотых Повисли В петлях На главном Балконе Замка Остальным Отрубили Головы На площади У дворца Всего Было Казнено Около Полутора Тысяч Протестантов Сослужив Такую Важную Роль Короне Франции Амбуаз Продолжал Жить Своей Жизнью Но Уже Перестал Быть Местом Пребывания Королевского Двора В 17 Веке Замок Служил Тюрьмой Для таких Важных Персон Как Суперинтендант Франции Фуке И герцог Делозен В 18 Веке Людовик XV Пожаловал Замок Вместе С новым Статусом Герцогства Перства Своему Приближенному Шаусо В 1785 В 1785 В 1785 Людовик XVI Выкупил Замок Но вскоре Опять Продал Представителям Орлеанского Дома Родственникам Своего Младшего Брата Во времена Французской Революции Замок Был конфискован Но потом Опять Стал Собственностью Орлеанского Семейства Которое Владимир До сих пор Нынче Амбуаз Тихий И спокойный Город Ничего Не напоминает Об Амбуазской Смуте И о массовых Кальнях 1560 Года В ежегодном Театрализованном Шествии В Амбуазе Наиболее Узнаваемым Является Леонардо Да Винчи Но главный В этом Мероприятии Не он А король Франции Франциск Первый Тоже знакомый По сохранившимся Портретам Еще при жизни Людовика XII В Амбуазе Поселилась Луиза Савойская С детьми Луиза Савойская Была Родственницей Людовика Из династии Валуа А ее сын Франциск Женившись На дочери Людовика XII Принцессе Клод Стал еще и Зятем Короля Людовик XII А вдове В 1514 году Женился В третий раз На прекрасной 16-летней Сестре Английского Короля Генриха Восьмого А зря Ему уже Стукнуло 52 Силы У него Были уже Не те А стремление Получить Все-таки Наследника Мужского Пола В конец Истащило Его И он Умер 1515 году В возрасте 53 лет Так и не Оставив От трех Законных Браков Сыновей Законных Наследников Престола Хотя Наверное Он мог бы И поберечь Силы Вокруг Молодой И пылкой Англичанки Сразу Появились Молодые И энергичные Поклонники Которые Легко Могли Сделать Людовика XII Счастливым Отцом Любопытно Что среди Поклонников Пользующихся Вниманием Молодой Королевы Был И Зять Короля Франциск Пикантность Ситуации Добавляло То обстоятельство Что именно Франциск Был ближайшим Претендентом На французский Престол В случае Отсутствия У Людовика Сыновей А если бы Его ухаживание За королевой Привели К рождению Дофина То Франциску Пришлось бы Распроститься С надеждами На французскую Корону Но все Обошлось И Франциск Ангулемский Стал королем Франции Франциском Первым Валуа Он пролил 22 года До своей смерти В 1547 году Хотя часть Из этих 22 лет Он воевал Сидел В плену Но самые Заметные Архитектурные Памятники Франции Обязаны Своим Появлением Именно Ему Для Амбуаза Это имело Очень благотворное Влияние Франциск Первый Также Получил Свою порцию Итальянских Впечатлений Сразу же После Коронации Он собрал Армию Для того Чтобы Расширить Свои владения За счет Миланского Герцогства Что он И сделал Хотя Всего На пять Лет В 1521 Году Из-за Невыплаты Жалования Наемникам Франция Потеряла Свою Власть Над Миланом Тем не менее Франциск Первый Привез Из Италии Художественные Трофеи И Мастеров Для Переустройства Своих Дворцов Часть Из них Работала В Амбуазе И Замок Получил Окончательную Завершенность В замке Устраивались Пышные Праздники И приемы Иностранных Государей Императора Германии Короля Испании Сицилии И принца Нидерландского На портретах Франциск Первый Чаще всего Запечатлен С короткой Бородкой И в головном Уборе Под которым Незаметно Тоже Короткая Стрижка Хотя Такой Облик Появился У короля Франции В какой-то Мере Случайно До 1521 Года Внешность Франциска Была Заурядна Но 6 Января 1521 Года В Париже Бульно Отмечали День Крещения Было Что-то Наподобие Взятия Снежного Городка Но На Французский Лад В качестве Снарядов Использовались Фрукты Овощи Яйца Кто-то Из окружения Франциска Выхватил Из камина Горящее Полено И бросил Его В толпу Горящее Полено Попало В лицо Королю Причинив Ему Столь Сильные Ожоги Что жизнь Франциска Первого Несколько Дней Находилась В опасности По настоянию Врачей Пришлось Коротко Постричь Короля После Выздоровления Он решил Оставить Удобную Короткую Стрижку И чтобы Не афишировать Полученные Ожоги Завел Короткую Бороду Положив Начало Новой Моги Отголоски Которые Встречаются И в Наши Дни Эмблемой Франциска Первого Стала Саламандра Дескать Мы И в огне Не горим Ну И в воде Тоже Не утонем Музыка 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 Музыка